По сейсмичности в нашем муниципе относятся к 7-балльным шкалей. Значит, хотел бы сказать, что в связи с этим ни одно здание не проектируется сейсмичностью менее 7-балл. А там, где высокий уровень грунтовых вод, проект разрабатывается с тем, чтобы здания выдержали 8 баллов. Скажем, к примеру, если взять часть в районе автовокзала, жилой массив вдоль улицы Николая Йорга и другие. Тут, на самом деле, бельчане знают, что высокий уровень грунтовых вод, поэтому на 1 балл автоматически повышается сейсмичность населенного пункта и объекта конкретного. Значит, хотел бы сказать, что землетрясения силы в 6 баллов для нас как бы нежелательны, нежелательны в 6 землетрясений. Но эти землетрясения, они не повлияют сильно на снос жилых домов, которые построены за последние годы. К сожалению, мы имеем порядка 40% жилого фонда. Значит, это относится к одноэтажному, старому ветхому жилому фонду, который сами по себе уже имеет большой физический износ, и в случае землетрясения они первые попадут под снос. Такова реальность, и надо об этом внимательно и хорошо задуматься, особенно владельцам индивидуальных домов, которые находятся в таком плохом техническом состоянии. К великому сожалению, удар мы можем ожидать не только в одноэтажном старом жилом фонде, но и в многоэтажном. Причем многоэтажные дома не рассчитаны на более высокую сейсмостойкость. Однако наши горожане, увлекаясь евроремонтами, начинают ломать несущие стены. Доведу до вашего сведения, пользуясь случаем, что в домах КПД крупнопанельного домостроения, значит, они, там нет перегородок ненесущих. Если в каменных перегородке есть гипсоплита и кирпичные, толщиной 8 и 12 сантиметров, значит, которые не влияют на сейсмостойкость, вернее, на несущую способность жилого дома, так в домах КПД абсолютно все, абсолютно все стены, перегородки являются несущими. Поэтому для нас представляет опасность любой снос, любой перегородки, тем более стены в этих домах. Эту практику надо кончать, значит, и хотел бы довести до сведений Бельчан, что если раньше в прежних законах, постановлениях правительства разрешались изменения перепланировки таких домов при условии, что будет дано экспертное заключение и рекомендовано определенные решения, которые бы не влияли на сейсмостойкость, новым законом номер 75, который вышел в прошлом году о жиле, перепланировка жилых домов полностью прекращается. Я надеюсь, что наше Бельчане сделает вывод, и не только наше Бельчане, и те жители, которые живут в других городах и селах нашего региона, потому что тут палка двух концов. Гонясь за комфортными условиями, мы делаем наше жиле опасным с точки зрения проживания. А вот первые этажи, да, они когда пристраивают себе балконы, они же тоже рушат вот эту вот стену, она тоже как бы несущая, а как же дам дают разрешение? Значит, хотел бы сказать, что балконы на первом этаже только, как правило, даются, и это справедливо с одной точки зрения, потому что, когда строились, спроектировались эти дома, упустили этот случай, как бы в погоню за красотой забыли о жителе. И прежним постановлением правительства до выхода закона о жиле, там было так и написано, что разрешается проектирование и строительство балконов к жилым домам по аналогии с верхними этажами. Значит, на самом деле что происходит? Берет разрешение на балкон, построит целую комнату. Естественно, и связь у нее с стеной дома нехорошая, она не может быть обеспечена. Значит, и начинается трещина, а в случае, не дай бог, землетрясения, они первыми упадут, сломаются. Я смотрел репортажи из ЯС, и там как раз показали, что балконы, правда, у старых домов, интересных, красивых, с архитектурной точки зрения, значит, но пострадали именно балконы. Пристроенные, которые балконы? Нет, там просто балконы. А у нас, если, не дай бог, это случится, конечно, все эти комнаты, кухни, которые построены, жилые, или мастерские, которые пристроили место балкона, они первыми попадут под удар сейсмических воздействий, то есть для землетрясения. Поэтому надо прекращать вот эту практику, значит, когда мы сами начинаем делать, что желаем, потому что это может отразиться отрицательно не только на нас, и на членов нашей семьи, а и на соседей, и на других людей. А город у нас, в принципе, так, разрушений, после этого землетрясения не было. Вот это землетрясение, в принципе... Я вот на первом этаже, я так ощущала, знаете, а у нас с пятой этажи, вот особенно девятиэтажный, вот вы рядышком проживаете, девятиэтажный дом практически там выбежал на улицу от этих толчков. Так получилось, что я живу в четырнадцать этажном, рядом с вами. Да, на каком этаже вы? Значит, на девятом этаже. И вы, ощущения ваши? Я, конечно, чувствовал, но так получилось, что я все землетрясения, включая в 77-м году, я был уже дома, и я все чувствовал, все. В том числе, не помню сейчас, не припоминаю в каком году, когда днем было. Я тоже находился дома. В 89-й год это было. И я сейчас чувствовал, потому что амплитуда колебаний больше, чем на первом этаже. И она где-то, точка перелома получается, не на первом этаже, а в высоком домах, вот скажем, в четырнадцатиэтажном точке. А посередине, да? А где-то чуть ниже середины. А в верхнем этаже колебания более. Такой, на большем расстоянии. И там люди чувствуют еще больше. Но я спокоен за тот дом, потому что он сделан из рам. И таким образом, что он может только весь провалиться, но останется целью. Перегородки. Потому что там такой мощный каркас сделан, что... Перегородки могут увалиться. Перегородки могут быть. Могут быть. В первом землетрясении у меня лично появились, в моей квартире появились перегородки. На стыке перегородок к потолку. Были трешены. Нам пришлось делать ремонт. Ощущали землетрясение? Да. А вы на каком этаже живете? На первом. На первом. Было чувствовалось, да? В 17-м, да. Ага. И что вы делали в первую очередь? Соскочили. Ну, на улицу не выбегали. Нет, потому что это, наверное, очень быстро было. Несколько минут. Секунд. А вы помните, когда еще было до этого такое землетрясение? Говорят, что здесь было 6 баллов. Здесь сейчас 5,8. 5,8. Ну, практически 6, да. Сосетка сказала, что у меня дверки открылись в гардеробке. На каком этаже это у нее открылись? На третьем. Ага, ясно. Все, дай бог, чтобы не было. Не повторилось у нас. Не повторилось, потому что это не шутка. Это в шутке люди были. Вот вы говорите, что несущие стены и самое безопасное во время землетрясения. Говорят, нужно обычно остановиться в проеме, где несущие стены, да? Вот, а люди собираются, ну, как бы в панике, все начинают выбегать на улицы и бегут по ступенькам с верхних этажей. Это самое опасное? Если будет мощная, если будет лестница, лестница в многоэтажных домах, это одна из первых элементов, которые разрушатся в таких случаях. Многоэтажных это вы имеете в виду, начиная с 9 или с 5-ти этажных? Нет, в 5-ти этажных тоже, да? В первую очередь это лестница, да? Лестница, потому что это такой приваренный, и в случае чего-то начинается вот это движение, они могут поломаться. А тем более, как мне в лифт, в какой смысл еще отключится свет, застрянешь там. Или приколюбание. Я не вижу смысла. Я всегда, во всех землетрясениях, я ни разу не выходил на улицу, потому что не видел в этом смысла. Я слушал гул, которые, вот бегали люди по лестнице, и удивлялся, почему этого не делают. Если будет мощное землетрясение, не успеет человек пойти. Но если человек встанет там, где надо, под ригель, под колонну, даже дверной проем, если он находится в капитальной стене, вот это ему может помочь. Так что у нас, скажем так, в нашем городе не было разрушений, несмотря на то, что очень много у нас есть частных жилых домов. Ну да, они, понимаете, частные жилые дома, там какие-то трещины. Вот начало 20 века. Есть в центре, видела такие старые. Да, есть старый город, он ветхий, понимаете. И что бы мы ни говорили, особенно саманные дома. Дело в том, что техническое, физическое состояние дома, износ, вот физический износ, он измеряется для саманных домов до 2% в год. То есть срок действия саманного дома как бы рассчитан на 50 лет. Он может и больше прослужить. Каменные и другие на 100 лет. До 100 лет могут дойти. Но это, я говорю, тут и другие факторы есть, которые влияют. В том числе то вмешательство человека в несущую способность домой.